здравствуйте дорогие ребята а мы читаем библию вместе и сегодня мы с вами прочитаем 14 главу книги бытие а кто помнит что было в тринадцатой в предыдущей главе какие основные события вы запомнили детки давайте я вам немножко напомню что же было в 13 главе если мы с вами начнем с 12 главы то мы вспомним что авраам был выгнан из египта за то что он обманул фараона что сара была его сестрой а не женой и далее он ходит по землям по которым он уже ходил призывает господа и у них происходит спор с лотом помнишь когда лот отправился в земли содома и гаморы которые хорошо орошались водой и плодовиты были мы помним что жители содома и гаморы были злые и лот поселился посреди них авраам направился в те земли в которые господь его и призвал земли ханаански и тогда только когда они разделились слотом авраам получает обетование от господа о том какое потомство господь для него даст друзья вот так заканчивается 13 глава и сейчас мы с вами сразу перейдем к 14 но прежде давайте помолимся и попросим бога открывать наши сердечки для познания его слова господь благодарим тебя за слово твое которое ты нам даешь помоги нам пожалуйста слышать нашим сердцем то что мы будем читать аминь так друзья мы начинаем читать 14 главу книги бытие и было во дни амрафела царя синаарского ариоха царя елоссарского кедерлаомера царя еламского и фидала царя гаимского пошли они войною против беры царя садомского против бирши царя гоморского шинава царя адмы шемевера царя сиваимского и против царя белый которая есть сигор итак друзья мы узнаем сейчас самого начала главы что происходит какая-то война цари одной земли пошли на царей другой земли все все сии соединились в долине сидим где ныне море соляное 12 лет были они в порабощении у кедерлаомера и в тринадцатом году возмутились в четырнадцатом году пришел кедерлаомер и цари которые с ним и поразили рифаимов в аштыров карна имя зузимов в гаме эмимов в шаве кириафа имя и хореев в горе их сиири до элфарана что при пустыне ребята действительно очень сложные названия но вы не переживайте потому что а дальше мы увидим идею которую господь хотел нам показать сейчас просто мы с вами давайте сфокусируемся на том что произошла какая-то война между царями разных земель а что такое война друзья это когда проливается кровь когда люди когда люди убивают мы с вами понимаем что войны были не только сейчас не только в наше время они были всегда и вот первая война которую мы видим здесь воочию она начинается вот в четырнадцатой главе уже книги бытие и возвратившись оттуда они пришли к источнику мишпад который есть кадес и поразили всю страну амалекитян а также амареев живущих в хат сацон сам фамаре и вышли царь садомский царь гоморский царь адмы царь сиваимский царь белый которая есть сигор и вступили в сражение с ними в долине сидим скидерлоомер скидерлоомером царем еламским фидалом царем гаимским амрафелом царем синаарским орехом царем елосарским четыре царя против пяти и так детки мы знаем с вами что содом и гомора это были земли в которых люди были злы именно против этих царей пошли четыре царя в долине же сидим было много соляных ям и цари содомский и гоморский обратившись в бегство упали в них а остальные убежали в горы победители взяли все имущество содома и гоморы и весь запас их и ушли и взяли лота племянника аврамова жившего в содоме и имущество его и ушли посмотрите произошла война цари содомский гоморский пали и четыре царя которых мы читаем в самом начале они захватывают лота племянник авраама и пришел один из уцелевших известил авраама еврея жившего тогда в дубраве мамре амрианина брата школу и брата она ру которые были союзники авраамовы авраам услышав что лот сродник его взят в плен вооружил рабов своих рожденных в доме его 318 и преследовал неприятелей додана и разделившись напал на них ночью сам и рабы его и поразил их и преследовал их до ховы что по левую сторону дамаска и возвратил все имущество и лотом сродника своего и имущество его возвратил также и женщин и народ и так мы видим друзья авраам вступается за своего племянника лота и господь дает ему победу он поразил напал и поразил и вернул все что было украдено теми четырьмя царями и также своего племянника лота его жену и женщин как мы видим и народ всех вернул свою землю когда он возвращался после поражения кедерлоомера и царей бывших с ним царь содомский вышел ему навстречу в долине шавы что ныне долина царская и мелхиседек царь солимский вынес хлеб и вино он был священник бога всевышнего и благословил его и сказал благословен авраам от бога всевышнего владыки неба и земли и благословен бог всевышний который предал врагов твоих в руки твои авраам дал ему десятую часть из всего друзья мы с вами в этой главе слышим очень великое имя мелхиседек это был царь солимский мы не знаем откуда он пришел ребята давайте с вами узнаем что же особенного а мы видим в этой главе какой особенный чин был у этого мелхиседека царя солимского смотрите мы читаем авраам дал ему десятую часть из всего то есть из всего того что он имел с этой войны то что он приобрел он отдал десятую часть этому царю друзья здесь мы впервые слышим о том чтобы кто-то отдавал часть своего имения и это говорит нам о том что этот солимский царь который вышел с хлебом и вином имел особый особый почет в глазах авраама мы также вижу видим мы также видим что он был священник бога всевышнего и сказал царь содомский аврааму отдай мне людей а имение возьми себе но авраам сказал царю содомскому поднимаю руку мою господу богу всемышнему владыки неба и земли что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего чтобы ты не сказал я обогатил авраама кроме того что съели отроки и кроме доли принадлежащие людям которые ходили со мной а нер и школ и мамри пусть возьмут свою долю друзья мы с вами видим здесь что авраам ничего не хочет брать от царя содомского но при этом отдает десятую часть своего царю солимскому обратите внимание какое особое место занимает у бога царь мелхиседек мы с вами когда будем читать дальше особенно когда перейдем к новому завету мы с вами вернемся к царю солима мелхиседеку и поподробнее узнаем но на данный момент давайте еще раз повторим что особенного было у этого мелхиседека он был царь солима а мы знаем что солим это шалом мир царь мира мы знаем что он был священником бога всевышнего царем мира мы знаем что он вышел с хлебом и вином к аврааму а еще мы знаем что хлеб и вино это символы которые мы с вами сегодня или ваши родители если вы еще не участвуете принимаем во время причастия хлеб и вино а также друзья мы знаем что авраам не взял ничего у царя содомского но при этом отдал десятую часть и впервые мы видим вот эту вот десятину до десятую часть того что он того что он имел царю солима мелхиседеку вот так заканчивается 14 глава мы с вами отмечаем особую важность царя мелхиседека мы с вами отмечаем божье благоволение к аврааму в отношении войны которую он в итоге он захватил тех четырех царей победил их и взял имение и вернул народ в вернул лота и бог был с ним в этом и детки мы с вами прочитаем следующую главу завтра а сейчас давайте помолимся и поблагодарим бога за то что он дал нам возможность сегодня узнать что-то новое об аврааме о мелхиседеке и о самом боге давайте помолимся господь иисус благодарим тебя за то что ты даешь нам слово твое для наставления для изучения и созидания благослови нас пожалуйста понимать слово твое особенно понимать твой характер в нем потому что слово божье твое слово она а тебе в первую очередь и мы хотим знать тебя и для того чтобы знать тебя нам нужно читать библию нам нужно ее понимать благослови нас пожалуйста хоть и сложно господь твое слово но в силу каждого возраста начиная от деток и заканчивая старыми людьми мы знаем что твое слово она жива и работает и дает свою пищу необходимую нам для этого дня для того чтобы больше и больше узнавали тебя и больше и больше приближались к тебе любили тебя и понимали какой ты великий чудесный бог слава тебе за все наш господь аминь мы прощаемся с вами увидимся с вами завтра в 15 главе книги бытие